Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Душили подушкой, требуя деньги. В Гомеле милиция задержала мужчину и женщину, которые ограбили пенсионерку на 500 белорусских рублей. Нанести нежданный визит криминальная парочка решила в ночь в субботу на воскресенье. Ограбительница ранее помогала 87-летней пенсионерке по хозяйству, а потому точно знала, что у пожилой женщины есть деньги. От ее дома у преступницы был ключ. Знакомого она подговорила без труда, сама постояла на стороже. Мужчина зашел в дом, накинул на пенсионерку подушку, стал душить и требовать деньги. В итоге хозяйка отдала 500 белорусских рублей, после чего грабители отправились за спиртным, чтобы отметить удачу. На следующий день их задержала милиция. Установили круг лиц, кто мог иметь доступ к ключам, либо посещал в последнее время потерпевшую. В итоге подозрение пало на 37-летнюю жительницу Гомельского района, которая не раз помогала пенсионерке по хозяйству. Позже выяснилось, что подсобница знала, где спрятаны сбережения хозяйки. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленница уговорила завладеть деньгами своего 54-летнего знакомого. Спасала свой дом и получила ожоги. В поселке Парич из Светлогорского района женщина стала тушить пожар, и это закончилось для нее госпитализацией. Когда произошло возгорание, она попыталась самостоятельно сбить пламя, но оно набрало силу слишком быстро. К моменту приезда спасателей, кровля деревянного дома горела вовсю. Хозяйка находилась на улице. Спасатели вызвали медиков, чтобы те оказали женщине помощь. Пострадавшую доставили в больницу, а пожарные ликвидировали возгорание. Вероятная причина пожара – нарушение правил эксплуатации газового оборудования. А в Гомеле на улице Хатаевича накануне пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки. На первом этаже случился пожар. Хозяин квартиры ушел из дома еще до начала злополучных событий, а его сын остался внутри. В ходе разведки квартиры его обнаружили и вынесли на улицу спасатели. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Из-за сильного задымления проводилась эвакуация людей. На улицу пожарные вывели 16 жильцов многоэтажки, включая двоих детей. Никто из них не пострадал. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Не уступил дорогу и попал в ДТП. В Мозыре автолюбитель на Форде не пропустил Мерседес и спровоцировал столкновение. Авария произошла на трассе Бобруйск-Мозырь-Граница Украины. Выезжая со второстепенной дороги, владелец Форда не предоставил права на преимущественный проезд водителю иномарки, которая ехала по главной. От удара машина нарушителя перевернулась. Понадобилась помощь медиков. В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летний водитель, а также 57-летняя женщина-пассажир автомобиля Форд Галакси получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы троматологические отделения. Водитель был пристегнут к безопасности, поэтому получил травмы менее тяжкие. Женщина, 57-летняя, не была пристегнута ремнем безопасности и травмы у нее более серьезные. А гамильчане тем временем все чаще стали проявлять гражданскую позицию. В ГАИ поступили новые сообщения о нарушениях водителей маршруток. Этот, например, поехал на Красный. Причем водителю маршрутного такси номер 12 было явно не втерпеж. Перекресток на пересечении проспекта Ленина и улицы Интернациональной он проехал медленно, внимательно осматривался по сторонам. Автолюбитель, который ехал позади, передал запись в инспекцию. Теперь нарушителя ищут сотрудники ГАИ. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4.